всем привет друзья в центре экрана пвк элит плюс от компании дом перегон заполнен чистой водой как видно установлено внизу фальш дно эта сеточка для фильтрации ну и происходит разгон котла идет нагрев воды то есть сегодня мы покажем вам одну из наших варок пива вообще от этого котла много вопросов как котлы по истечении продолжительного времени вот у этого котла была судьба стать пивоварней в принципе в основном по пивоварению он используется с ним не произошло за эти годы с момента обзора сколько года три наверно прошло с момента обзора с котлом не произошло ничего плохого ничего у нем не сломалось на котле который не элит плюс она котле элит сгорел тем вот за все годы эксплуатации как бы я поменял ты но не используется раза в четыре побольше чем вот этот котел стилит у нас работает для зерновых заторов но используется более часто сегодня мы не будем затраивать никаких там тем именно технологии приготовления каких-то тонкостей нюансы просто покажу вам вкратце весь процесс вот как это делаем и если это будет в дальнейшем кому-то интересно ну тогда мы будем развивать эту тему не знаю просто но многим сразу начинать варку пиво с пвк и так далее ну не знаю наверно не стоит стоит для начала попробовать сделать это в кастрюле и так чего начали водичка греется идем перемалывать солод готовить мы сегодня будем пшеничное пиво white and beer вот здесь в этой бочке уже взвешены все солода то есть они здесь перемешка уже снизу пшеничка еще там пониже пилсон короче какая развесовка здесь 10 килограмм пилсона 1 килограмм 200 грамм милоидинового 1 килограмм 200 грамм солода карахель ну и 14 килограмм пшеничного солода и так по солодам солода используем вот такого производителя это кастом малтинг бельгийские солода вот такую в этом рецепте используем пшеничку в этом рецепте вот этого производителя пока смололи солод вода нагрелась до 40 градусов расставили термопаузы ну и сейчас будет шумно включаем мешалку начинаем затирание затирание на 40 в этом рецепте все солода уносим единожды и вместе там просто без заморочек все туда у практически полон начинается процесс затирания какого-то участия в этом процессе мы особо не принимаем закрываем эту крышку люк ну и далее остается дождаться когда на педрегуляторе загорится надпись end то есть он пройдет по всем паузам пройдут все процессы затирание пяти пауз на в этом рецепте но пока у нас идет осахаривание я себе налил стаканчик лагера пивоварение это дело не требующая спешки здесь нужно подходить не спеша и отдыхать во время этого процесса холодный лагерь до спорта с прошлой варки из венского солода такая красотища ролик этот вообще я стараюсь сделать чтобы он не тянулся никакой информации о пивоварении то есть не был таким загруженным но хотелось бы от вас услышать обратную связь ну то есть мы уже пришли как бы потому что поварим пиво около 100 литров за варку вот начали использовать цикаты то есть варим лагера холодильник и так далее разливаем пиво в кеги после из кега уже по бутылкам иногда но это не всегда бывает сразу из кеги на кран и употребляем снимать про пиво мы обязательно начнем но вы напишите в комментариях интересен такой формат когда уже цикаты когда уже там пвк и так далее или интереснее когда все это делаешь без какого-либо оборудования там дешманских каких-то ферменторах в кастрюльке на газовой плите или на индукционке и так далее котелом этот знаком уже про него этому все рассказывал расскажу пару слов о цикаты цикаты этот китайский мы вот утеплили его при помощи туристических ковриков можно использовать куда-то строительный утеплитель и вот этот плотно вот так вот он замотан хозяйственным скотчем вот этим серебристым для чего утеплили ну когда цикаты установили первый раз запустили лагерок в нем начали сбраживать охлаждение цикаты было до 4 градусов а помещение тут наверно 20 даже больше 25 ну и все вот это во первых холодильнику тяжеловато справляться во вторых очень сильно все вот это потеет поэтому с утеплением цикаты должен быть однозначно цикаты китайский опять же здесь вот сверху устанавливается шпунт аппарат кран на клампе сюда подаем углекислоту здесь вот у нас термо пара висит вот такой вот блок который управляет у нас холодильником данный момент он вы выключен холодильник просто работает на охлаждение хладагента люк вот такой матерый вообще толстенная крышка внутри сейчас попробую свет какой-то сделать внутри все выглядит вот так моющая головка вот она выходит сюда термо пару далеко так от стенки с этой стороны установлен термометр вот здесь есть пробоотборник кран кран отсюда уже сливаем готовый продукт вот агент от холодильника вот подключим так то есть здесь две рубашки одна рубашка вот на сам конус вторая рубашка вот здесь по центру то есть вот на одну рубашку подходит и выходит из другой получилось так при использовании цикаты что когда сливаешь дрожжевой осадок весь дрожжевой осадок до точки слива никогда не вмещается то есть дрожжей значительно больше и пиво идет очень мутно то есть за период брожения приходится пару раз от дрожжей избавляться но почему это приводит приводит к тому что перепад давления то есть здесь мы стравлюем дрожжи уходят вот этот весь дрожжевой осадок его вот подкидывает по цикаты но и пиво очень сильно засоряется поэтому вот такая вещь вот такая вещь замечательная нам приехала вот эту варку мы будем устанавливать ее для или я считаю вообще это просто необходимо на цикатэшка для лагеров как-то можно еще обойтись без нее дрожжи довольно сильно уплотняется но для или эта штука просто что обязательства от нам приехала такая колба колба изготовлена компанией дом-перегон ссылочка на них в описании ну это вот замечательная такая вещь получается мы можем подвесить ее вот здесь снизу цикатэ открыть вот этот кран и дрожжики будут собираться не только в конусе но и вот в этой колбе далее закрываем вот этот кран без каких-либо изменений давления в емкости мы просто убираем эту колбу с дрожжиками соответственно вот через этот кран мы можем стравить с нее давление отсоединить и снять такая вот замечательная вещь регулятор вот этот на стене изначально как он устроен изначально этот регулятор управлял вот слышите звук изменился то есть тут он сейчас стоит температура 20 градусов установлена установлена этот регулятор изначально управлял вот таким клапаном и просто открывал этот клапан он был установлен отсюда на вход в рубашку цикаты а вот этот насос на холодильнике он работал на постоянку то есть всегда был включен ну и соответственно хладагент он все время поднимал упирал в клапан его ну и как бы дальше сбрасывал давление просто хладагента внутрь сейчас немножко переделал насос был отсюда подключен сейчас здесь розетка сейчас немножко переделал значит насос вот этот он именно подключен вот провод от него от нашего вот этого устройства которое следит за температурой цикаты если бы этот холодильник работал на несколько цикаты то конечно пришлось бы установить клапана клапан вот такой вот кстати компания где приобреталась это цикаты в таком подключении просто получилось что у нас не открывается клапан а регулятор температуры когда нужно подохладить цикаты немножко он включает вот этот насос и хладагент кстати о холодильнике холодильник вот такой не знаю кому-то может будет эта информация интересна на паузу поставьте прочитайте вот такой холодильник называется он тайфун 75 что он из себя представляет то есть снизу у нас радиаторы ну и стоит обычный компрессор как и на обычных холодильниках а верхняя часть это емкость которая заполнена хладагентом и вот этот насос берет этот хладагент хладагент охлаждается за счет радиатора который охлаждается за счет вот этого компрессора вот просто берет хладагент вот из этой емкости наверное сейчас шурупы если не зажаты я вам покажу давайте внутри ничего не делается без отвертки так смотрите что внутри вот он хладагент и вот она спираль вот такая чиллер вот эта спираль по периметру вот она идет видно наверное из нержавейки она охлаждается за счет нижнего компрессора вот и соответственно охлаждается эта спираль и эта спираль охлаждает хладагент а вот как устроен этот насос это просто обычный насос насос центробежный который вот в этот шланг подкидывает хладагент и хладагент уходит в рубашку ну а из рубашки он уже возвращается и просто стекает в эту емкость то есть вот он низ шланга как видите он просто возвращается и вот емкость заполнена хладагентом общий объем вот этого изделия 127 литров то есть вот этот 100 литровый котел как раз того что на нем получается сварить ну включая промывочную воду то есть мы заливаем его полный ну и примерно около 110 литров у нас получается заполнить вот в этот скоттеж кстати котел переделали под него немножко проводку поставили усиленную розетку вот там ну и у нас было чисто программно залочено котел изначально работал на четырех с половиной киловаттах сейчас котел работает на 6 киловаттах то есть мы его здесь разлочили подвели под него специальный провод то есть котел 6 киловаттный стал ну вот пока было немножко времени рассказала немножко вот об этом оборудовании оборудование ни разу не попадала в кадр но пользуемся уже пару лет вот наверное мы еще много интересных процессов будет то есть и о фильтрации пива то есть как отфильтровать и о розливе его в кеге ну и так далее то есть еще есть что показать не будем забегать вперед пока что пока что наверное все ждем ждем пока котел пробежится по всем паузам пиво варенье это всегда отдых нужно не только пиво пить но и чем-то закусывать и с пивом во время его варки тоже перебирать не стоит потому что нужно сварить а потом уже пить пиво хотя у нас все получается как всегда все по-русски варишь пиво пьешь пиво одним словом пиво варенье это отдых друзья на котле проходят последние термопаузы ну а мы тем временем набрали 50 литров чистой воды и поставили ее на разогрев то есть это промывочная вода все друзья мы вернулись к котлу загорелась надпись энд то есть программа выполнена наше сусло осахарина давайте посмотрим что там в котле вот такая красотища с этого момента крышку мы открываем видите как суса сменила цвет оно было таким белым молочным а сейчас оно стало прозрачное с такими вкраплениями зерна так останавливаем мешалку она нам больше не нужна далее мы должны создать фильтрующий слой на решетке фильтрующий слой создадим с помощью насоса но пока из под сита вот этого которое у нас внизу котла нам нужно убрать нам нужно убрать все зерно то есть вот когда мы сливаем здесь очень много дробины она находится у нас под ситом и вот эту дробину нам нужно убрать потому что если мы ее не уберем насос у нас будет забиваться далее мы будем использовать насос сейчас вам все покажу но пока вот таких вот вообще без фанатизма без заморочек 5-6 кол шикол берем снизу выливаем вверх тем самым создаем фильтрующий слой начальный и убираем всю дробину из-под нижнего сита вот такой насос вешаем насос обычно применяется в системах отопления в чем единственное его отличие во первых здесь регулируется с помощью вот этого диска сейчас камера фокусируется нет света на недостаточно что ли ну короче на насосе можно регулировать количество оборотов с помощью вот этой шайбы поворачиваю делать быстрее медленнее ну и насос этот разборный то есть если он забился то мы можем вот это вот раскрутить и как бы убрать весь блок который находится в насосе насос вот так подключается на клампе к котлу и далее насос нужно заполнить сусло но опять же какие-то крупинки сусло в насосе не должны остаться то есть он не должен ими забиться просто самотеком вот еще пару ковшиков проливаем через насос горячего сусло в принципе уже дробины нет насос можно включать я обычно пару ковшиков пропускаю далее на насос надеваю силиконовый шланг ну и вверху на котле установлена вот такая вещь такой небольшой диоптер опять же вот уходит в котел внутрь трубочка крепится на барашком его высоту можно менять ну и второй конец силиконового шланга одеваем вот сюда открываем кран шланг заполнился суслом ну и далее включаем насос в розетку внутри котла начинает происходить следующее вот эта трубочка которая выходит сверху через нее сусло прокачивается по кругу то есть сусло уходит у нас из-под сита и выходит сверху ну и вот сквозь этот диоптер мы можем наблюдать за тем как оно осветлилось ну сегодня мы варим пшеничку поэтому сусло все время будет таким белесым но если бы мы варили обычное пиво из ячменного солода то сусло бы было просто кристальным в этом диоптере то есть мы бы увидели насколько сусло чисто с работой насоса здесь важно не перебрать почему если вот этот процесс мы затянем то есть оставим вот так вот насос крутится час например или полчаса то на сите собьется настолько плотный слой фильтрующий что сусло через него практически перестанет проходить то есть заилиться ну и у нас соответственно очень сильно по времени растянется фильтрация то есть вот буквально там 3-5 минуток насос поработал и все сусло можно сливать цикатэ после последнего использования был начисто вымыт но сегодня я вот сполосну перед тем как заливать туда пиво просто сполосну его водой воду уберу ну и сейчас все увидите что ли то есть без каких-то моющих головок без заморочек обычным вот пистолетом таким промываем все внутри ну и после того как цикатэ сполоснули воду просто убираем снизу все прошло 2-3 минуты фильтрующий слой создан отключаем насос отключаем насос и силиконовый шланг снимаем с диоптера и перебрасываем в цикатэшку после этого снова включаем насос ну и вот так такой бодрой струйкой совершенно чистое сусло отправляется у нас в промежуточную емкость то есть в цикатэ ну и как раз к моменту фильтрации у нас подоспела у нас подоспела вот эта промывочная вода то есть она нагрелась до температуры 78 градусов до температуры мышаута и сейчас дробина начнет оголяться а я при помощи кружки начну заливать туда промывочную воду вот дробина начинает оголяться в самый момент вносить промывочную воду все говорят промывочной воды нужно столько же сколько килограмм мы засыпали солода но это друзья далеко не так поначалу прочитали несколько книжек посмотрели что-то на ютуб ну и поняли что мы знаем практически все о варке пива но когда мы начали варить пиво мы поняли что о варке пива мы не знаем абсолютно ничего все не отработано столько тонкостей непонятно что просто ужас поэтому по количеству промывочной воды можно отдельно видеоролик снять камера запотела я не вижу ну как то так вот воду льем просто без каких-либо заморочек никаких тарелочек ни как там потихонечку ничего не смешается то есть здесь фильтрующий слой у котлет практически полметра полметра дробины как бы я ни старался размыть ее у меня не получится вот такое получается сусло слегка мутноватое но как видите ничего лишнего в нем нет все чисто прозрачно вот эта мутность это из-за пшенички все время когда готовим пиво выпиваю кружечку осахаренного сусла как чай в финале уже в насосе нет никакого смысла остатки пива самотеком вот так стекают в ковшик насос выключаем ну вот и все практически по капельно стекают остатки жидкости совершенно сухая каша осталась в кубе ну и теперь наступает момент это единственный физический труд то есть снимаем мешалку убираем ее из куба чтобы она нам не мешала вот опять же очень удобно сделано в этих котлах одном перегон съемная мешалка если мешалка не съемная вокруг нее попробуй вот это все убери а здесь отсоединил убрал секунды то есть вот в чем заключается самое большое неудобство при помощи калша приходится вот этот жмых поддергивать и в бочонок отправлять на корм курам рыбам кому угодно далее насос перекочевал под цкатышку которая у нас полная на выходе вот такой мешочек с алиэкспресс проходит через этот мешочек то есть у нас видите даже в шланге осталось ну какие то частички зерна у нас еще цкатэ имеется и вот сейчас они все пойдут и с помощью этого мешка мы их уберем ну что открываем краны вот видите сколько сразу прошло остатков зерна вот они снизу и у нас практически самотеком все начало переливаться в пвк то есть вот он мешочек в нем остаются остатки зерна теперь включаем насос и весь этот процесс значительно ускоряем котел же включаем на разгон на полную мощность ну вот сколько дробины удалось убрать при помощи мешка ну и котел полон тут наверное около 110 литров вот практически по край люка то есть после того как выкипит ну мы плюс-минус там 95 100 литров пива должны получить так для дезинфекции цкатэ насоса и всего чем дальше будет контачить пиво мы используем надуксусную кислоту ну вот я не знаю тут канистра вот такая 20 литров для домашнего пивоварения ее хватит наверное на всю жизнь на половину жизни так точно ее нужно всего лишь один процент один процент надуксусной кислоты остальное вода получаем дезинфицирующий раствор и то один процент это максимальная доза в итоге вот ведро я налил немного воды ну и буквально тут капли надуксусной кислоты туда же добавляем промываем ковшик ей же ну и все это внутрь цкатэшки отправляем далее шланг от насоса запускаем прямо внутрь емкости вот единственное что мощности этого насоса не хватает для того чтобы раскручивать моющую головку поэтому приходится поступать следующим образом вот мы запустили надуксусную кислоту в насос далее включаем насос все надуксусная кислота пошла по кругу ну а нам остается периодически запустить руку в цкатэ взять вот этот шланг через который идет надуксусной кислотой и все тщательно обработать то есть обрызгать стеночки моющую головку все все вокруг обработать надуксусной кислотой процесс совершенно нехитрый вот оно течет разбрызгивается ну и пару-тройку раз вот так я обычно ее промываю этого более чем достаточно ну пока суть до дела обед подошел можно и по первому под пивку супчик такой у нас овощной ну что 15 минут варки вносим первый хмель хмеля будет три у нас для первого пришла пора хмель вносим в мешках специальных для хмеля они есть больше меньше различные но суть у них остается одна как бы чтобы после вирпола то у нас здесь нет и отобрать чистое сусло будет проблематично и чтобы хоть как-то уменьшить нем количество содержания хмеля будем кипятить в мешке сейчас хмель растворится и потом этим мешком можно будет немножко так перемешать иногда подвешиваем их вот сюда за шток мешалки ну и включаем на вращение спустя полчаса варки вносим еще один хмель ароматика просто потрясающая у хмеля вот хмель делает пиво пивом неудобно над паром ладно сейчас я засыплю аккуратненько вот вторая часть хмеля в мешке видите вот белка сколько собралось уже плавает плавает в кубе плавает таким вот образом хмель вроде как и варится в нашем сусли но потом извлечь его получается попроще как если бы просто его туда забросил в продаже вот такие контейнеры казалось бы в нем поудобнее но они предназначены для холодного охмеления больше то есть небольшое количество хмеля забрасывается на брожение в бродильную емкость пробовали опускать хмель в таких контейнерах ну не вариант он очень сильно забивается и как бы хмель не проходит вообще из этого контейнера мешок можно вот так прицепить к мешалке и он там потихоньку хмель оттуда вытравливает варка подходит к концу осталось 15 минут вносим третий хмель все друзья варка закончена выключаем нагрев и включаем охлаждение на котел для пара подаем холодную водичку варка обычно меняем клапан который здесь стоит на группе безопасности на заглушку то есть клапан снимаем заглушку ставим потому что давлением воды вот через клапан немножко выгоняет воду и тут получается наливаем лужу вот так вот просто чтобы все оставалось чисто и сухо вот пришел момент снимать насос то есть у нас там еще немножко имеется над уксусной кислоты вот она уходит самотеком можно насос включить ускорить немного я часть слил часть какая-то осталась так все пусто все над уксусного слили теперь отсоединяю насос и возвращаю его на его законное место нижнюю часть про водяного котла далее открываю кран запускаю сусло в насос ну и небольшим количеством сусло мы сейчас промоем шланг насос все это удалим остатки над уксусной кислоты из системы все совершенно немножко сусло я сейчас по этому шлангу пущу все замечательно остатки над уксусной убрали далее из-под скотежки убираем вот этот уголок на котором стоял насос он нам больше не пригодится и вот этот замечательный шарик вот он с виду небольшой но объем этого шарика 2 литра шарик для сбора дрожжей замечательная вещь от компании домперегон то есть эль варить без этого шарика даже в цикотехе не очень хорошо чистый эль вот получится именно с ним получится не взбалтывать дрожжики аккуратно снять пиво с этих дрожжей так кран закрыт кран открыт все вот такая система на шарик мы пока кран вот этот закрываем развернем чтобы краны работали так в таком положении можно зажимать все все внешне выглядит вот так сейчас сделаем небольшой наезд здесь света не хватает темновато ну то есть кран я пока закрыл вот этот синяя ручка дисковый ну и здесь тоже кран закрыт после того как пройдет интенсивное ображение верховое дрожжи начнут осаживаться мы открываем вот этот кран синий и основная масса дрожжей у нас опустится в шарик без какого-то взбалтывания вот я практически всегда снимаю ну практически показываю вам все что я делаю и заметьте я только включил охлаждение на котел и буквально вот спустя сколько минут 10 прошло уже 45 у нас в котле очень интенсивно работают эти водяные рубашки огромный объем все происходит очень быстро насос все это время у нас работает вместо мешалки то есть он подает берет пиво снизу и подает вот его в верхнюю часть котла в этом диоптри видно вот как сусло проходит забыл показать еще вот что пока сусло у нас было горячим при помощи чистой шумовочки ну вот этот весь белок смотрите какое его огромное количество просто с поверхности котла убрали завершается охлаждение пива в котле можно уже включать охлаждение ЦКТ вот сейчас ЦКТ у нас 27 рубашка начинает работать сейчас котел охладиться вот и холодильник включился сразу же то есть процесс охлаждения пошел в этот момент вот когда у нас сусло остывает все сварено объем его меняться уже не будет измеряем начальную плотность ну как обычно при помощи рефрактометра плотность сопоставил с рецептом то есть у нас погрешность получилась как в рецепте и как у нас ну плотность у нас получилась больше на 1% всего лишь довольно быстро охладилось наше пиво будущее до 20 градусов ну и можно его переливать ЦКТ внутри ЦКТ дезинфицировался мешок и через этот мешок мы будем заливать пиво то есть часть там хмеля брука и прочего прочей грязи у нас останется в этом мешке вот и все процесс пошел шланг и через мешочек пиво у нас заливается ЦКТ довольно приличный стрелы ну вот и все смотрите что творится на дне ПВК нужно немножко переделать забор вот этот сделать его сбоку и сделать вирпул чтобы вот это все сгонять в центр котла и отбирать его с края этот мешочек очень сильно выручает то есть вот все что проскочило в шланг у нас накапливается в этом мешке остается только его вынуть и выбросить без каких-либо разбраживаний заморочек и прочих хитростей прямо в ЦКТ вносим пивные дрожжи на поверхность одного пакетика десятиграммового достаточно на все 100 литров ну и остается упечатать крышкой ну вот и все друзья крышка упечатана плотненько здесь я установил шпунт аппарат вот шпунт аппарат пока не зажат то есть в дальнейшем мы будем поджимать поднимать давление давление будет подниматься во время брожения ну и в итоге мы выйдем сразу на карбонизированное пиво потому что пробовали карбонизировать углекислотой все равно это не то самая мягкая самая приятная карбонизация это естественное которое происходит в процессе брожения то есть та углекислота которая выделяется в процессе брожения она и должна карбонизировать пиво так получается наиболее вкусный вариант ну вот и все друзья я постарался не заострять внимание на каких-то тонкостях там процесса пивоварения а их очень и очень много как говорится посмотрев ютуб изначально вы понимаете что знаете про пивоварение практически все если вы прочли еще какую-нибудь книгу то вообще можете считать себя богом пивоварения но когда вы начинаете этим заниматься и чем больше вы этим занимаетесь то все больше и больше вам приходит осознание того что в этом вы не понимаете абсолютно ничего и вам приходится все дальше и дальше учиться учиться и учиться но вообще в этом ролике я постарался осветить весь процесс как мы используем оборудование как происходит этот процесс одним словом если будет интересно его продолжение то есть фильтрация розлив в кеге пишите в комментариях снимем еще одну часть этого ролика ну не интересен такой формат как бы на этом и закончим но на этом все друзья всем пока ну и будьте здоровы так спасибо